Всем привет, с вами JBJ и мы продолжаем играть в игру Времена Раздора. Времена Раздора это игра, которая меня вдохновила и все-таки из-за нее я и стал записывать свои прохождения. И что мне бы хотелось сказать, пожалуйста, теперь не пишите, пожалуйста, что скинь ссылку там на версию 1.8, пожалуйста, с редактором карт. Я тебе там карту нарисую, блин, и все такое. Этого делать не нужно, потому что я не пират, во-первых, и она продается в свободном доступе у разработчиков игры. Группа и сайт разработчиков игры будут в описании, вы там сможете всеми доступными способами купить ее. И я надеюсь, вы не обеднеете от 150 рублей, за которые вы ее купите. Если вы ее купите, конечно. И давайте все-таки продолжим нашу вторую часть ветсплея по прохождению сценария Другой берег. И вот, мы с этого и начнем. Место, где мы закончили предыдущую часть, такую сказать, первую. Ему тут нам дал поручение король, то что нужно идти к Лукрецию. И этот Лукреция нам даст задание, которое мы должны будем выполнить. Которое мы должны будем выполнить и... Собственно, пройти, и получим за это мы, конечно, денежку. А может даже и не денежку. Посмотрим. Тут у нас... Всяким базарчикам и посмотрим, что есть. А вот, есть шлем пехотинца. Может быть, давайте копим все-таки, а? Ребята. Сказано, сделано. Давайте возьмем этого. Дадим хотя бы этому, что ли. И... Защита рукопашная, давайте. Вот. И давайте продолжим. Нет, чат получался чуть-чуть, мне нужно было быстренько идти. Отойти кое-куда. И мы продолжим. Сейчас. Давайте в... Тут деревня уже... А, вот. Обратно деревня восстановилась для подати. И... Пройдемте все-таки, пока у нас есть деньги. А тут от нас будут требовать деньги. Да, за переход моста на другую сторону. И... Что мы тут видим? Так. Идемте, идемте, идемте. Через леса, через поля, по тропиночке. Ммм, блин, уже поздно идти. Давайте к Лукреции пойдемте. Дождавшись окончания богослужения, вы встретились с его преосвященством и еписком Лукреции. И сообщили ему о том, что его королевское величество Август Великий направилось для оказания помощи в борьбе с происками зла. На это его королев... Его преосвященство ответил, что вы сможете помочь, и он даст вам одно важное поручение, обеспечив соответствующей поддержкой. Святой Отшельник предсказал, что в развалинах старой заброшенной церкви, что далеко к северу отсюда, появились силы зла. Вы должны проверить, так ли это, и очистить развалина дьявольской скверны. Кроме того, вам надлежит проверить, нет ли в подвалах церкви давно утерянного иконостаса. Для успешности вашей миссии вам будет предоставлено все необходимое. Так, у нас выучены новые заклинания нам дали, и... дали Эли. И Святое Описание. Да. Ну, вот тут можем купить Святого Брата. Да жалко, что мы не можем посмотреть, во что он эволюционирует, но я думаю, что там нельзя больше эволюционировать никак. Чудесное сселение. Вот у нас мало денег, так что я не буду пока что покупать ничего. Нам нужны деньжата, деньжата, еще раз деньжата. У нас есть, кстати... Ну, да... Все. Не будем думать. О, кстати, город. Да. Хегенбург. И что тут у нас? Щит Единорога! Блин. Физическую защиту добавляет плюс 6. Гермовый щит рыцаря Ордена Серебряного Единорога. Не обладает никакими особенными свойствами, но при этом отлично выполняет свою функцию. Да, физическая защита добавляет и защиту стрелковую плюс 6, и защиту рукопашную плюс 6. Ну, это вообще... Были бы у нас деньги, точнее у меня, я бы его купил. Ребята, я бы его купил. И... Тут у нас есть все те же самые герои, что были в том городе. Кстати, а почему кровь вампира здесь за 600 продается? Там было за 720. Видимо, у каждого города свои расценки на эти предметы. Вот так, пройдемте. Посмотрим. Блин. Ну, да, они здесь уже все собрали. Как мы видим. Ну, нам сказали идти в эту церковь. Так что пошлите. Не будем терять ни минутки, потому что на каждый квест нам дается не... не очень много времени. Нам нужно за это время все успеть. Угу. А вот, все. Чуть-чуть. А че с доходом-то? Вот я о чем и говорил. Тут у нас обосновался, блин, Эрик. Сын Одина. Ну, ладно. Сейчас, сейчас. Мы его сдуем. И прогоним с наших владений. Добра, воск. Нет, нам нужны деньги, простите. Ох, вот-вот-вот. Посыльный нам приближается. Подбежа... Ай. Подбежавший крестьянин из вашего замка с ужасом сообщил вам, что пираты высадились на берег и захватили ваш замок, перебив весь гарнизон. Да, ужасная трагедия. А нас... С нас еще и деньги просят. Ну, ладно. Люди во все времена, конечно, делали деньги на... на горе. И на неудачах. Так что... Это нам известно. Ну, мы уже не успеем. Да, денег мы прилично потеряли, но... Блин, у нас уже не... У нас уже даже нет денег, чтобы обеспечить наших четырех воинов. Ну, я думаю, мы сможем даже с этими четырьмя воинами захватить. Хотя, блин... Да... Ничего себе. Какой викинг? Еще плюс первого уровня. Да, иметь бы такого викинга. И давайте. Вот. У нас, к тому же, есть защита, мы... А, они одеты во все викингское. Но это нам не помешает. И давайте. А че так? У них есть... А, у них есть иммунитет к магии. Печально, но не смертельно. Блин. Ну, мы не задимся. Вот. Вот, вот. Как раз появились у нас деньги. Мы должны же вылечить, конечно же. Для начала хотя бы. Кстати, почему-то, когда... Да, странно. Почему-то, когда мы были в замке, все присутствовали. А когда нет, что-то нет. Ну, ладно. Дело не в этом. Не важно. Дадим, наверное, вот этот. У всех есть оружие. Давайте мы дадим. Пока что. Кстати, вот о чем подумал. Может, дадим жизнехиты 75. Силы магии плюс здесь. Давайте дадим все-таки наши монашки. Я думаю. Вот берем у нее четки. Посмотрим, какие у нее будут характеристики. Да, у нее характеристики стали получше. А вот кости. Количество действий 2. Жизнь. Хиты плюс 20%. Атака рукопашная минус 20%. Физическая атака плюс 20%. Защита. Сила магии минус 20%. Регенерация плюс 20%. Санитение минус 20%. Проклятие смерти. Ну, да. Во многом она ослабляет. Ну, не знаю, как вы. Магический удар стал меньше во много раз. Да. На 8 стал меньше. Все-таки мы не будем. Хотя бы дадим тогда четки. Надо потом взять и купить вот этот посох колдуньи, что ли. Он нам поможет очень сильно в этом плане. Зайдя к своему другу, Готфриду фон Гринвуд, вы, как обычно, сели играть в кости. Как обычно, в первой партии у вас была ничья. Следующая партия вам не повезло, и вы проиграли. Вот сволочь, а. Да. Все, я понял, о чем делать тогда. А, кстати, давайте. Как? Почему я не могу... Почему я не могу идти? Хм. А что там в заброшенности-то? Мне тут не было почему-то. О, кстати, а это кто там? Ну, да ладно. Мы не можем туда прийти. Да. Придется нам, наверное, все обходить, вот это дело. А нам нужны деньги на этом. все. Не знаю, что делать теперь. Ну, давайте, пройдемте. Итак, давайте продолжим. Я получался. Тихо. И вот, посмотрим тут, что у нас тут есть. Конечно, немного денег, но... Блин. И сразу же забрали большую часть от них. Как же нам не везет пока что. Экономическая составляющая тут все равно есть. Экономическая составляющая у нас тут есть. И она не в лучшую сторону нас, конечно, тянет. Мы, конечно, потеряли очень много денег, потому что все-таки этот сын Одина, Эрик, нанес нам огромный экономический ущерб. И у нас забиралось очень много денег. Но мы, надеюсь, все, сможем это. Блин. Вот, когда не надо, вот... Что-то биксер рынок рассказывает про ленин соседей в лесу шаки разбойников. Мудрость правления государства говорит, что это дело надо поручать вам. Правится, заболевает ваша задача скоординировать усилия и победить злодеев. Во. Если бы все разговаривали, что это была не на редкость любопытная и получительная история. О, кстати, изумруд. Вообще круто. И посмотрим, за сколько мы его сможем купить. Фу. Ну да, купить и за сколько мы можем продать. Надолго ли нам он хватит. И что я тут вижу, а? Восточный шлем. Тоже новая доработка. Жизнь плюс 5, защита рукопашной плюс 3, плюс 15%. Ну, ребята, я покупаю. Не буду с вами спорить. О, кстати, изумруд больше стоит. Давайте, ладно, продадим рубин и продадим изумруд. Нам эти вещи, я думаю, не пригодятся. Кстати, пока давайте дадим, поменяем. Восточный шлем дадим нашему кавалеристу, потому что он более этого заслуживает. и дадим шлем пехотинца до квудруку. И давай все-таки продадим, наверное. Хотя можно калантарь купить. Да, он добавляет тут очень много шхетов. Хотя тут опять и шлем пехотинца. Давайте купим. И тут. Итак, вы простите. Ну, прям вообще не урядится какая-то, мне не получается никак сегодня нормально заснять. Потому что я первый раз снимаю, когда кто-то со мной в одной комнате сидит. Ну, это моя родня. Мои родители. Моя сестричка. Ну, да ладно, продолжим. Так. Дадим это. Этому лучнику, конечно, шлем. Пушнину продадим. Я орден бани советую не продавать, потому что потом король может у вас отобрать 1500 монет и сказать, что вы жалкий бедняк. Почему вы продали? Нельзя так продавать. Ордена и все такое. Ну, я так вам советую, конечно. Да, и у нас очень много забирается за день. Я считаю, считаю, что наше даже хождение по деревням в качестве подати даже не окупается. Давайте разобьем. Блин, опять у нас очень много денег забрали. Все, у нас есть деньги. Блин, они их разбили. Жалко, нельзя. Давайте тут откроем все. О, тут тоже можно нанять кавалериста. давайте все-таки зайдем, к Джафару. Точнее, Алибеку Джафару. Пиратский корабль Олаф Чернобороды. Ангельская Пекас, Святая Ярость. Тут кольцо Силы есть у нас. Но оно что-то дороговато. Мы его покупали за 400 в городе. Что-то оно подозрительное. Штурмовый топор Мола да, что-то тоже подозрительное, потому что много стоит слишком. Кольцо Смерти подозрительное. Тут все подозрительное. Джафар, видимо, занимается Алибек занимается не очень хорошей продажей. Контерфакт, так сказать. Ну, ничего, тут монахи зажрались. Давайте убьем их. Да, хорошо, что всегда монахи были слабыми. Не всегда, но точнее, в игре они слабые. Итак, мы победили. Взяли чуть-чуть опыта. Да, у нас, конечно, чуть-чуть поредело количество войск, но не наша решимость идти дальше. Итак, мы на территории. Ах! Нет, все-таки надо было подождить. Подождите, подождите, подождите. Сейчас. Давайте еще раз попробуем, но только если мы дадим я, почему так, с чего мы дали ей пехотинца. Давайте лучше дадим нашему главному герою и дадим кости колдуньи. Посмотрите, как тебя себя поведет. Ага, теперь выбрал себя по-другому. Да, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Простите. Давайте еще раз попробуем. Точнее, не попробуем, а просто заберем деньги и удерем. Ммм, тут, что тут у нас есть? Ну, бога, бедный, точнее, выбор у нас тут. Дифрога, разбойник и фрога, шайка разбойников, поджигающие нас несорожных путников у моста. Ммм, вам шкуры, давайте возьмем шкуры и вернемся поскорее на своей земле. Как думаете, мы сможем? Давайте хотя попробуем, что ли. Они от нас бегают, значит, сможем. И тут давайте у этого уберем и у этого уберем. У них ни у кого нет вещей. Это на руку. И давайте уберем сначала вот этих вот жителей. Точнее, жителей. Угу. мы тоже так сделаем и давайте полечим. Угу. да, у нас так лишние деньги появились, но мы не будем так слишком часто заглядывать сюда. Нам нужно все-таки захватить эту церковь, который все-никак не может нам поддаться. ну, какого фига. Надеюсь, наш больше... Блин. Надеюсь, наш больше... нас больше не остановит никто. Хотя, блин, у нас нам нужны деньжата. хватит. Да, о, все поперло более-менее. Итак, давайте мы еще сходим в несколько деревень. Возьмем сказать побольше деньжат. О, кстати, подождите, а что там в развалинах? Давайте узнаем. Угу, угу. и давайте их еще. Итак, еще один раз, и все, мы убили его. Ну, я думаю, тут легче простого будет. Да, мы все-таки смогли. Я думаю, стоит ли того дооруженника? Давайте оруженосца, точнее, доведем его. И теперь у нас есть тут три выбора и его как бы улучшить. И давайте выйдем отсюда. мы сегодня захватили. Это наша маленькая победка была. И с нас опять списали деньжат. Но я этому не расстраиваюсь. И давайте все-таки захватим этот замок. Так, есть. Давайте вот этих людей. Нам нужно сначала убить вот этого человека, и потом уже только других, потому что мы других лишили, конечно же, этого так сказать, ходов. Угу. Все, мы смогли. Тут у нас сожжена деревня. А, деревня пригорная. Деревня была сожжена во время прошлой войны, и с тех пор не восстанавливалась. Неизвестная армия. Давайте посмотрим. вампир откуда-то тут есть. Я думаю, мы сможем легко его победить. Ну, как оно есть на деле. Да, они... У них есть, наверное, да, защита от магии стихи. А это прямая защита от магии. Так что приходится иногда тут и рукопашку развивать. Получили довольно-таки много опыта и денег. Ох, что тут у нас такое? Это черная земля. Наверное, тут было стерто не одно селение и осталось после них. Угу. все, остерега с пиратом, что плавают по реке. О! Спасибо тебе, пират. Мы тебе тоже советуем этого. Хе-хе. Давайте так. Тень благородного проклятия. Тень Артура фон Ривер Хилл. Печально захнул и пройдет. Я чувствую себя, что вы нашли проклят коси, но их мало. Чтобы дать мне силы по кем-то это место. Ну, давайте пройдемте дальше. Нам нужно хоть как-то попасть на это. А я думаю, что это сейчас невозможно сделать. И надо нам корабль, корабль, еще раз корабль. Да, нам нужен корабль. Давайте еще раз ходим. Единственный порт просите там. Так что придется идти, идти, еще раз идти. Видите, как мы хорошо продали наши да, скоро я куплю. Спасибо. Блин, ну почему ему дают, а? Почему это не мне? Ну, все, компьютеры забираются себе, бля. У них много денег, однако они все равно не хотят их тоже отдавать. Посмотрим, что тут у нас новое. Нового ничего нету, так что идемте. Да, мы потеряли уже довольно-таки много денег. Блин. Ну, хватит, ну, хватит, иди быстрее. Блин, ну, хорошо, я заплачу, блин. Ну, идите вы быстрее, пожалуйста. Не заставляйте меня ждать, а? Простите, что я такой раздраженный, но, блин, простите, я уже пытаюсь заснять пятый раз уже за сегодня, и никак не удавалось. матер как-то более-менее уже стало. Вот, мы пришли к тому, на кого настучали. Вау, шлем победителя. Такие шлемы часто присуждаются отважным рыцарем, победителем турниров и бугуртов. Физическая атака плюс 5, плюс 10, процент магии плюс 10, инициатива плюс 15%. Понимаете, я очень хочу купить его. Я, наверное, куплю его. Я его купил, наверное. Так, да, а продать его можно за гораздо меньшие деньги. Ну, давайте, наверное, все-таки его наденем. Не знаю, на кого даже. но, я думаю, физическая защита мы на это уже заотдели. Давайте оденем на вот это вот нашего человека. Да, его характеристики намного улучшились. Стрелковая атака вообще 22 уже, 16. Да, пойдет. что-то у нас еще есть. Ну, так, больше ничего нету. Кстати, кажется, его встретили с владельцем острова, рыцарем Дориан фон Редвелл. поклонившись вам, он с ледяной улыбкой сообщил, что рад видеть вас и будет просто счастлив, если вы никогда более не увидят вас тут. Ну, мы тоже счастливы. Кстати, да, вот тут можно покупать арбалетчика. И я думаю, он нам не нужен пока что. Корабли. Давайте мы ему поможем. Присоединившиеся корабли. Нанять корабль. Да, все по доброй воле. По доброй воле. Конечно, отнимается у нас деньжата, но когда мы здесь плывем, у нас отнимается гораздо меньше. гораздо-гораздо-гораздо меньше времени. И так. Продолжаем, продолжаем и еще раз продолжаем. Да, мы уже довольно-таки долго плывем, но зато быстрее и быстрее мы доплывем, надеюсь. О, кстати, давайте нападем на этого купца Михаила, хотя мы что-то не можем. А, вот еще пираты есть. Да, давайте мы их прижмем и заставим ответить за все, что они сделали. да, мы смогли это сделать. О, получен рубин. Итак, давайте еще. Давайте возьмем как подать. Подожди, как мы можем, мы могли пройти туда? Блин. Ну ладно, хотя бы давайте теперь отведем на островок. На-на-на-на-на- получен рубин и амулет арматус. Нет, он нам не нужен, у нас уже есть. Кстати, какая у него армия тут? Да, довольно-таки сильная, мы не сможем его все-таки противостоять, так что уходим. Капец, Михаил все захватывает, захватывает. Давайте, мы сможем, надеюсь. Угу. Ну конечно, хорошо. давайте все-таки еще пройдемся. Блин. Мы могли там пройти. Меня это очень-очень бесит. Блин. Так, ничего тут нету. И мы тут. Мы тут, еще раз тут. Так. Да, тут у нас уже наш знахарь ничем не поможет. Тем, что просто чуть-чуть одобрав инициативы. Да, у них очень большая защита. Как рукопашная, так и стрелковая. Ну я думаю, мы сможем победить. Да уж. и нет. Блин. Первые потери, Которые мне не хотелось бы иметь. Однако, теперь мы их имеем. Ай, блин. Походу, мы не слишком подумали сюда бежа. да, мы получаем огромные потери. Да, как вы видите. Блин. Давайте, все-таки, я думаю, что мы, получив такие потери, не будем ввязываться в эту бессмысленную драку. хотя давайте возьмем тебе доспехи веры. Сколько тут время? 16 часов, давайте. Хорошо. 16 часов и мгновение 4 часа. Все, теперь давайте идемте, надеюсь, вот, блин, на нас. О, теперь у нас достаточно тут сил, чтобы мы смогли противостоять. Итак, теперь у нас достаточно сил, теперь мы, теперь я понял, как надо сюда ходить. Но с ведьмой это не проканает. Давайте все-таки побьем их всех. И все, мы убили, самое главное, так, вудрак, ну ладно, так, вудрак еще, ладно, мы его сможем все-таки оживить обратно. А вот что-то с этими надо делать. Да. плюс у них хорошая к тому же защита. Хотя нет, мы все-таки сможем победить. Я тут тоже полностью уверен. Главное было убить этого мертвого рыцаря. Да, у нас каждым ходом все меньше и меньше остается магических сил, однако они есть. это наш шанс. Итак, давайте сюда. Угу. Уже чуть осталось. Давайте, да, еще одного убили. Теперь будем все силы концентрировать на них. все. Да, потеряли, конечно, одного человека. Это нашего всеми любимого Даквудрака. Однако, не беда, мы его сможем всегда воскресить в любое время. если у нас будут конечно деньги. Угу. Все, мы смогли это сделать. Нам ничего не принесло это. Победив мертвого рыцаря со всем воинством, выошли в заброшенную церковь. Помня о том, что говорил вам епископ Лукреции, вы пробираетесь глубь подвалов и, о чудо, в запертой кельи находите утерянный иконостас. Теперь осталось только рассказать об этом его пресвященству и мы расскажем. Не волнуйтесь. Да. Расскажем. Давайте возьмем чуть денег. Деньги так быстро закончились, я скажу. Ну, конечно, мы потратив на шлем, на все обмундирование мы получили в такой результат. Ну, о чем мы хотели, конечно, неважно. Давайте продолжим. его королевское величество Август Великий сообщил, что последний доклад советников говорит о росте доходов о торговле после ликвидации разбойчей шахты и за это благое дело вы заслужили свою долю награды. Особое королевское благословение. Его королевское величество Август Великий сообщил вам сведения вашего отца о том, что Дорин фон Редвелл Мечежник подтвердились, в связи с этим он обязан дать вам новое поручение. Так как сообщения вашего отца о том, что Дорин фон Редвел Мечежник подтвердились, вам следует незамедлительно заняться этим делом. В качестве награды вы можете забрать себе замок, его замок. Да с удовольствием, сейчас я вот сейчас соберусь с ребятами и пойдем. Сейчас мы продадим наверное все шкуры. Лук снайпера. Впечатляет. Что, купим? Давайте мы ее купим все-таки. У нас есть два рубина тут. Да, хороший подарок. Еще есть. Да мы богатые. Да, Мигель фонда кудрук уже первого уровня. Джон Острый Глаз уже скоро станет лучником неохотникам. Неохотникам и мы сможем это сделать. Простите, я уже утомился. Но я все-таки прохожу ради вас. да. Петер нападем к лукрецию и заодно пройдемте уничтожим этого редвелла. Ну хватит, ну хватит, пожалуйста. Ну не лезьте. Нет, нам нужны деньги, простите. Нам везет, сейчас мы идем, и там капут деньги. Однако. Ну это я понимаю, ну все. Ну блин, как мне задолбали эти уже налоги. Налоги. Чуть отвлечешься уже опять налоги. О, значит там тоже можно. Афиг тебе. Идемте, сваливаем ребята. Да, мы уже знаем, что он берет пошлину, блин. Ну хватит это подбегать, задолбали уже. Ну так, вот, у нас кольцо силы. 412 сегодня стоит, представляете? А там сколько стоило, блин, вот Альбек точно плут, а? Вот гад, а? Давайте пока деньжата у нас мы его купим. И пройдемте все-таки. Ну хватит, а хватит, ну хватит, ё-моё, зазолбал уже. Мм, ну ладно, идемте. Платильные предметы, полученные предметы. Серебряное колечко, черное снадобье и настройка святого Георгия. Дождавшись окончания богослужения, вы встретились с его преосвященством епископом Лукрецием и сообщили о том, что его поручение полностью выполнено. Мертвый рыцарь, обитавший в заброшенной церкви, повержен, а пропавший иконостас найден. Его преосвященство был чрезвычайно обрадован подобным исходом дела и после благодарственного молебна благословил вас и одарил святыми подарами. После чего сообщил вам, что немедленно отправят посыльного к его величеству. Да, вот такой вот у нас ожидал подарок. Да. И давайте все-таки распределять теперь ресурсы, которые нам теперь у нас есть в наличии. О, это да. Следопыт GBJ. У нас есть лук снайпера. Кольцо силы кому бы отдать? Давайте дадим. А, у него уже есть. Давайте, да, дадим нашему кавалеристу. О, сразу поднялось у него. Физическая защита плюс 7 иммунитет магии. Физическая защита. Давайте физическую защиту дадим. Кому же мы ее дадим? Дайте психотинцу. И, конечно же, я всегда даю регенерацию, всегда даю монашкам. И, походу, все. Давайте все-таки уберем эти кости. разобьем в пух и прах Редвелла. Да, Редвелла. Этого Редвелла, который нам так... Нам нужен твой замок, проси, Редвелл. Мы должны это сделать. Это в твоих же интересах. Угу. 10-1 и 10-1 лорд-изменник. 18, да, только? 42. Давайте. Да, жалко, что у нас нету еще одного лучника. Мы могли бы сразу убить снайпера. однако его у нас нет. Значит нет. Тут уже исход ясен. Мы победили. Да. Ммм, столько бархла нам конечно дал Редвелл. Опять член-победитель тут есть. Так хочется его купить. физическое предприятие или здесь не не сетево предприятие. Давайте его купим обратно. Кому же мы его дадим-то? Тут у каждого есть свой уже шлем. Давайте дадим шлем этому нашему пехотинцу. Отберем у этого вот этот шлем и оденем вот этот шлем. И пройдемте дальше. Вот рыцарь фон Редвелл. Ммм, так. Да ничего ж себе охотник как тут у нас разодет. Угу. Угу. И да, нам дали опыта. Дали деньги. Мятежный рыцарь Дориан фон Редвелл повержен. Его королевский велич стал великий и несомненно будет доволен исходом дела. И давайте сразу же захватим захватим все-таки вот эти вот ворота купеческую гильдию. И там мы должны обосноваться что потом другие наши союзники смогли их захватить. Угу. Итак, давайте поставим конечно же этих арбаличиков сюда чтобы они смогли защищать. в удоволь я обычно так не защищаю но все-таки они подрастят там все такое ммм тут ммм тут арбалет черный стрелок дает бонус быстрая атака мм 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 покупать кольцо скорости мы обязательно копим дадим его нашей колдуньи да 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 колдуньи нас много барахла давайте мы все-таки хотя подождите давайте мы его распределим гораздо другим щадящим способом мы оденем хотя нет 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 не катит дадим просто им дадим вот так чтобы они хотя бы что-то имели в своем ассортименте чтобы они голые тут не были ну как голые голые смысле оружие не дадим тиммой дадим ему еще колечко нельзя ну колечко можно ему дать наверно все таки да ему колечко можно дать и вот эти вот на ручки кожаные ставим на места платную перчатку даем да то что-то у меня не работают колесико ну ладно ладно вот так давайте еще одному наденем печатную перчатную латную перчатку точнее перчатную латку что-то я слишком заговорился ну вот все вроде все ходили все хабули до количество действий конечно не позволяет нам ну да ладно не не будем давать если это вредит что тут у нас снова ничего нету меч грома почему-то очень дорогой в отличие от не знаю чего она дорогой слишком что же счетом нужно сделать поручение королем мечежной по вертунхам ривер хилла одно это ясно мы потом соберем все кости и и помощь короля если присоединяется причина что вы решили возникшие трудности а вот как раз идемте королю вьем двух зайцев сразу скажем что мы убили этого ривер хилла мятежника и что мы помогли преосвященству его преосвященству в делах церкви что мы очистили от скверны а давайте все таки за глянем наш городочек что тут есть знак рыцаря и такой недорогой ничего ж себе грех не купить количество хитов плюс это проникающий удар при этом вау да атака рукопашная плюс 10 защита рукопашная плюс 10 хиты да все у нас он прокачанный танк теперь идемте все таки не зря мы все таки прошли сюда и захватили очень много плюшек видите у нас дохода очень много и он нам позволяет захватывать ну ну иди же а вот гата ну иди же быстрее ну вообще обнаглела плюс он еще два раза берет с нас деньги ну это вообще издевательство но я считаю так давайте идемте побыстрее к королю чтобы побыстрее взять у него те награды которые нам он вручит сможем мы сможем мы сможем да мы смогли и и так он нас одаривает каким-то колдовством его королевское величество август великий сообщил вам что рассказ посланцев его преосвященство епископа лукреция о вашей битве с мертвым рыцарем и его войском был просто великолепен за этот подвиг вы заслужили достойную награду орден анны и изумруд рад стараться его королевское величество август великий сообщил вам что чрезвычайно рад вашей победе над мечежником и надеюсь что королевская награда замок редвел понравился конечно мне понравилось как же может быть иначе король ваши подарки дары очень меня радуют кольцо глаз дракона вау да такая вещь нам будет нужна я думаю мы ее купим да ребята да глаз дракона я даже не знаю что себе сделать давайте кольцо силы берем я понимаю что так но да да такой кавалерий не у каждого имеется и будет вообще иметься давайте дадим тогда ему ну изумруд надо как то продать потому что у нас мало денег хотя у нас не будет проблем но все таки давайте продадим его ммм что же мы еще можем продать то можем продать пушнину что орден бани я не советую продавать и орден аны тоже ммм ну так как у нас теперь деньги куры не клюют это такое выражение у нас нет никаких кур подбежавший к вам посыльный сообщил что его пресвященство епископ лукреции желает вас видеть ну давайте раз желаешь так желай нужно опять идти к нему но для начала пройдемте все таки по некоторым эм деревням возьмем там деньжат и что нибудь себе прикупим еще да вот так вот да давай все таки убиваем наших любимых крестьян так сказать соберем с них налог так угу армию мы так и не поставили сюда но я думаю уже один не будет сюда лезть да мы его и убили в общем ну так что же мы там еще будем делать вот давайте тогда сюда еще пройдемте в замок в уточнен деревню возьмем там денег и там денег и нам должно хватить на некоторые вещички которые я хочу приобрести я не знаю там будут ли те вещи которые мне нужны но они должны быть потому что это я повелел а когда я повелеваю все должно быть как надо да не удивляйся ребята я тоже недавно узнал это щит белой башни щит белой башни это щит моей мечты вы его видите это новый щит вы видите его он черно-белый с каким-то гербом давайте мы его приобретем а потому что новые вещи мы должны покупать безотлагательно и восточный шлем мы все-таки тоже купим я думаю да блин это же надо такой новый новый щит новый щит новый щит ребята давайте дадим его оруженосцу и восточный шлем мы дадим нашему компаньону мигелю фонда к вод руку да 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 к вод руку я думаю что то не очень то смотрятся они их шлемы викингов так что мы наверное сюда просто все вернем подождите что подождите что такое а ну да все все нормально я думал жизни прибавлять что ли ну почти теперь у каждого у нас есть а нет не у каждого давайте исправим положение теперь у каждого есть шлем пехотинца во втором ряду кто стоит еще кто тут есть есть двойной лук давайте купим его для нашего джона острого глаза итак мы продолжили спросить что иногда бывают такие эти неполадки обрывы вот так вот это и снимается ммм нас просил прийти в Укреции так что идемте как раз мы посмотрим что там появилось нового в ассортименте ну а как ты меня запарила рыцарь это ты меня запарил тот кто берет пошлины все мы взяли тут деньжата 324 э с какого фига купец михаил захватил нашу купеческую гильдию несправедливо как каким образом ну ладно блин а блин а это конечно гроши но просите если каждый день вот так вот будет набегать проценты это тоже играет свою роль тут кто а это отряд фунамбер так сказать отшельник где мы где мы вот мы и идемте наверное сначала в город я посмотрю что там есть нового и тут у нас есть лук снайпера коса топор конунга ой ой простите так слишком нажал и я думаю ребята на этом все выпуск был довольно долгий я тут многое прошел много сделал все таки всяческих квестов прошел но имейте совесть надо всего понемногу и моих летсплеев в том числе так что подписываемся ставим лайки всем пока друзья и удачи